ровно через неделю в игре геншин импакт стартует обновление 2.1 и как же все-таки подготовиться к нему максимально эффективно а большой всем члене привет с вами на связи аркадий толкан вейт да 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 уже ровно через неделю в игре геншин импакт стартует обновление 2.1 там нас ожидает море контента новые события новые персонажи новые баннеры в общем будет чем нам заняться в игре еще на протяжении следующих полутора месяцев но как же подготовиться к этому обновлению наиболее эффективно чтобы сразу же погрузиться в доступный нам контент давайте разбежимся по всем пунктам как можно подготовиться во первых конечно же до окончания данного обновления 2.0 нам необходимо закрыть все текущие ивенты сейчас у нас идет tower механикус а также началось событие разлив артерий обязательно нужно закрывать все ивенты чтобы накопить максимальное количество ресурсов а также примагем во вторых необходимо обязательно забрать промокод свеча на твиче промокод будет работать еще в течение этой недели то есть до 31 числа можно спокойненько зайти на твич зарегистрироваться найти стримера спайман и забрать там себе халявники промокод на 60 примагемов халявка но все-таки приятно мелочь 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 к сожалению больших промокодов очень редко выдают третье обязательно закрыть все испытания которые даются нам на тестирование персонажей там выдается по 20 примагемов и немножечко ресурсов за тестирование четырехзвездочных персонажей заходим быстро проходим за пару минут и получаем себе в достаток немножечко примагемов и ресурсов четвертое обязательно закрыть все сюжетные квесты а также квесты архонтов это нам необходимо сделать для того чтобы мы спокойно как только выйдет обновление 2.1 смогли продолжить прохождение основного сюжета а для его прохождения конечно же нужно закрывать основную ветку квестов поэтому спокойненько закрываем все и готовимся к выходу обновления 2.1 пятый пункт это необходимо прокачать нашу сакуру а также статую архонтов с выходом новых островов само собой нам станут доступны новые уровни сакуры а новые уровни это новые награды для того чтобы сразу же начать их получать нам конечно же необходимо будет постараться прокачать в текущий момент сакуру до двадцатого уровня приключений а также на новой локации само собой будут новые электрогранумы которые нам нужно будет собирать для дальнейшей прокачки нашей статуи архонтов а прокачка статуи архонтов это так дополнительной электропечати и прокачка нашей сакуры а в общем обязательно не забывайте пользоваться интерактивной картой для того чтобы отмечать все точки интереса которые вы будете находить в новой локации следующий шестой пункт обязательно купите на этой неделе а также в начале следующей недели переходящую смолу своем чайники безмятежности это смола которую возможно купить за очки чайника безмятежности и в течение недели использовать для того чтобы вам возвращалась 60 смолы таким образом вы сможете перенести на следующей неделе дополнительно 120 смолы такая мелочь но все-таки приятная потому что вы сможете потратить их уже для фарма тех ресурсов которые нужны будут вам для новых персонажей если они конечно же там вам выпадут имеется ввиду в обновлении 2.1 седьмой пункт не убиваете в начале недели ниже недельных боссов дело в том то что нам добавляется новый еженедельный босс сеньора и есть некоторая вероятность то что возможно нам добавят еще одного персонажа то есть еще одну скидочную проходку на других боссов то есть как вы знаете сейчас мы можем убивать трех боссов по скидке в 50 процентов по смоле и еще одного по фул прайсу возможно разработчики сделают такую же скидку дополнительной плюс один то есть будет не на трех персонажей а на 4 после введения сеньоры но пока точно не могу это сказать будет такая возможность или не будет но в любом случае если вы убьете боссов не в понедельник а в среду страшного ничего не будет если конечно такой их изменений не будет 8 пункт обязательно накопите камни для прокачки ваших новых персонажей если вы их выбить и а также книжки камни можно добывать с обычных боссов а книжки сейчас очень удобно фармить при помощи разлива артерий но еще можно немножечко пофармить more в общем в общем накопите ресурсы для прокачки ваших новых персонажей девятый пункт а так как у нас во время действия обновления 2.1 будет день рождения игры геншин импакт то нам вы предложили восстановить бонус на двойную покупку и поэтому если вы хотите воспользоваться бонусом который у вас сейчас все еще активен то лучше конечно же закупиться до дня рождения геншин импакт для того чтобы спокойно потом можно было вновь воспользоваться этим бонусом ну это и совет только для тех конечно же кто покупает примагемы напрямую через разработчиков и получают двоекратные покупки ну и последний десятый пункт прямо 1 сентября как только выйдет обновление 2.1 мы вечером будем проводить специальный стрим на котором будем открывать бал да да это стандартное такое мероприятие которую проходит у меня на канале для если ты накопил любое количество молитв там хоть 10 хоть 20 и хочешь пооткрывать их вместе со мной на стриме то пожалуйста забегаем наш дискорд ссылочка само собой будет в описании и там уже можно записаться на открытие оба записываешься и приходишь на стрим и мы все вместе открываем но если у тебя накоплено уже более 100 молитв и ты хочешь по открывать бал лично со мной то тоже можно писать мне в личку во вконтакте мы с тобой как-нибудь спишемся и запишем отдельное видео на канале в это вот в принципе такое вот маленькое пожелание для тех кто хочет по открывать бал вот в принципе и все 10 пунктов которые необходимо тебе сделать до выхода обновления 2.1 как вам вообще это обновление ждете вы его или не ждете понравится вам она или не понравится давайте обсудим это в комментариях а на сегодня это все большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео пока пока